Рентгеновский кабинет, где установлен пологнозовый рентгеновский аппарат, где можно провести обследование рентгенограммы, томограмму детям, причем с очень малой нагрузкой. Не реже одного раз в год необходимо проходить флюорографическое обследование, напоминают медики. Тогда вероятность обнаружить туберкулез на ранних стадиях увеличивается в разы. Современные технологии позволяют выявить еще совсем малые формы заболевания, вылечиться от которых намного проще и быстрее. Изменения вот здесь будут, в корнях легких, в лимфоузлах внутригрудных, у детей прежде всего. Но могут быть и слегачные процессы, бронхолегочные поражения. По словам медиков, выявить туберкулез на ранних стадиях самостоятельно невозможно. Первые признаки, среди которых появление кашля, повышение температуры и снижение веса, проявляются намного позднее. В зоне риска находятся дети в возрасте до 3 лет. В 50% случаев заражаются они от мам, которые не проходили флюорографическое обследование после родов. Причиной может быть и отказ от вакцинации своего ребенка. Прививки ставим, но не все. К вакцинации относимся 50 на 50. Сейчас очень много информации, очень такой спорный. Да, ставлю обязательно, отношусь положительно. Да, ну да, не просто так же уж, чтобы не заболеть или не заражать своих внуков. Именно по причине отказа от вакцинации в Казани в прошлом году тяжелую форму туберкулеза выявили у полуторагодовалого малыша. А два года назад такое инфекционное заболевание выявили у 7-летней девочки, которую спасти не удалось. Прежде всего, это постановка МАНТУ в возрасте до 7 лет включительно. А с 8 лет дети и подростки это постановка пробы с детским тестом. Согласно статистике, за последние два года в Татарстане зафиксировано незначительное снижение уровня заболеваемости туберкулезом. Если в прошлом году среди взрослых медики выявили 1154 зараженных, то два года назад этот показатель был выше почти на 12%. Количество заболевших детей также снизилось. В прошлом году инфекционные заболевания перенесли 33 малыша. 41 – два года назад. Несмотря на снижение заболеваемости в целом по республике Татарстан, в некоторых районах республики Татарстан заболеваемость выше республиканских значений в два раза. Это Бугулиминский район, Альметьевский и Зеленодольский. Завтра в Казани пройдет бесплатное флюорографическое обследование. На парковке торгового центра, расположенного по адресу Ибрагимово, 56, будет работать передвижной флюорографический комплекс. Желающим провериться, необходимо принести с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Марина Вахрушева, Максим Зуйков, Дмитрий Рожженко, Телеканал Эфир.